Раз, два, три мы начинаем урок. Урок по Равкуку. И хотелось сегодня посмотреть принципиальную совершенно его статью, точнее говоря, речь, которую он произнёс в Яфа, когда хоронили Ерцеля. Герцель, конечно, хоронили не в Яфе, а в Европе. Как вы знаете, останки Герцеля были перенесены потом на Аргерцель уже после образования государства. Аргерцель, всем известный недалеко от нас, кладбище, военное кладбище, где похоронены также некоторые, то что называются, отцы нации, не побоюсь этого слова. В скобках скажу вам, что был такой, в общем-то, не очень давний галактический авторитет, крупнейший авторитет Раф Орбах, к которому обратились с вопросом, можно ли уезжать из Эрецесраэль для того, чтобы поехать на могилы праведников молиться. Он сказал, иди на Аргерцель, там, где похоронены солдаты, погибшие в войнах, и молись на могилах праведников. Это нетривиальные высказания совершенно, как бы иногда даже мурашки по коже идут, но подход понятен. В скобках можно, опять же, сказать, что иногда говорят, что предъявляют такие претензии к сионизму, что вот здесь больше 20 тысяч погибло в войнах, на это можно сказать, то, что говорил Раф Ци Иуда из Кедушин и Рушалми, что освящение имени всегда выше, чем осквернение имени, и это относится к земле Израиля. О чём идёт речь? Гибель евреев от руки неевреев – это всегда осквернение имени. Взяли, убили человека, их власть, их сила. Даже если человек праведный, даже если он вёл себя праведно и достойно, всё равно это осквернение имени, но не в земле Израиля. В земле Израиля, когда мы на своей земле, когда мы исполняем заповедь, когда идёт борьба, безусловно, жалко каждую жизнь, но освящение имени здесь выше, чем осквернение имени. Есть такая хасидская агада, притча, как там Бальшинтов однажды встретил человека, про которого ему сказали, что у него самый высокий удел в будущем мире, а этот человек только ест и пьёт целый день. Он спросил его, в чём твоя тайна? Он говорит, моего деда поймали казаки, привязали к дереву и сожгли. Дед был тощий, сгорел быстро. Я хочу, чтобы если меня поймают казаки и привяжут к дереву, чтобы я горел долго. И с одной стороны, понимаете, как бы, да, действительно, желание осветить имя Всевышнего, с другой стороны, это голод полный, да, когда мечтания о высоте и услужении Всевышнему не поднимаются выше, чем гореть привязанным к дереву. Это, как бы, скобка. В 1904 году, когда Афгук только ещё недавно приехал в землю Израиля, умер Герцель, Теодор Герцель, и в Яфе он произнёс речь, речь, как бы, если можно сказать, программную, интересную, основополагающую, которая, к сожалению, привела, стала таким водоразделом, трещиной между ним и многими другими рабоним, многими другими еврейскими авторитетами, большинством еврейских авторитетов, потому что сионизм, нерелигиозный сионизм, еврейский мир встречал, в общем-то, в штыки. Правда, на сионистском конгрессе были делегации, религиозные делегации, или представители от религиозного еврейства, это было, но, в принципе, отношение к религиозному сионизму было очень воспринималось в штыки. И, может быть, это было в какой-то степени было оправдано временем, потому что сионизм был нерелигиозным, и верхушка его, или лицо его, нельзя сказать так, или религиозные авторитеты, в том числе и, скажем, было движение Хубавей Циён, любящих Циён, в которые входили, в общем-то, религиозное движение вместе с нерелигиозными. Всё это было. Но, в принципе, конечно, это очень тяжёлое явление, когда можно понять, когда нерелигиозные люди, у которых, в общем-то, есть протест, неслабый, против религии, они собираются вести за собой массы евреев. Это всё требует отдельного изучения. Но при этом, как всегда, есть обязанность всё-таки видеть вперёд, смотреть вперёд и угадывать волю Всевышнего, как мы с вами говорили, и идти за ней, способствовать притворению божественного плана, раскрытию божественного присутствия в мире, а не сопротивляться ему. А это задача любого человека. Это очень трудно увидеть. И в то время, когда есть пророки, и в то время, особенно, когда нет пророков, увидеть план Всевышнего очень-очень-очень трудно. И Рав Кук, он, как великий мудрец, обладающий философским взглядом на вещи, широким взглядом на вещи, он смотрел на зарождающиеся процессы сионизма, освоения земли Израиля, так, как никто ни один другой не смотрел. И намного позже, как мы знаем с вами, Эйнштейн встречался с Рав Куком. И когда Эйнштейна спросили впечатления об этом разговоре, то он сказал, ну, смотрите, если сравнивать меня с Рав Куком, то я технарь, который проводит линии, понимает какие-то структуры. Рав Кук – это философ глобального мышления. Поэтому, естественно, взгляд на вещи его был совершенно нетривиальным, неожиданным, смелым, беспокоящим, безусловно. И вот эта речь, она как бомба, которая положила такую трещину между ним и многими другими авторитетами. Нужно сказать, что были авторитеты, которые его очень уважали и поддерживали. В частности, Хофиц Хайм, он был очень дружен с Рав Куком, и об этом никогда не стоит забывать. Хофиц Хайм как бы в душе был очень большим, если так можно сказать, сионистом, ратовал за возвращение в землю Израиля, может быть, у него не было планов, он был другим человеком галактических планов, галактическим авторитетом, но был очень дружен с Рав Куком и поддерживал все его идеи. И в этой речи, забегая вперёд, можно сказать, что Рав Кук назвал Бениамина Герцеля, назвал ушедшего из жизни, вот у нас здесь есть число, 20-го тамуза, были его, эстет по нему был, и он назвал его Машех бен Юсеф, Машех из дома Юсефа, не больше и не меньше. Понимаете, это очень неожиданно, потому что, скажем, если брать просто личность саму в отрыве всего его, скажем, всего, что он сделал, то личность очень странная. Он начинал как Митбалель, человек, который хочет ассимилироваться, и видит в ассимиляции вообще просто цель, как бы еврейский народ должен раствориться. Зачем продолжать эту линию? Нужно раствориться. Дело Дрейфуса повернуло его совершенно в другую сторону. Он вдруг всё понял, вдруг всё осознал, мгновенно как бы видел. Он был корреспондентом, освещавшим дело Дрейфуса. Он видел все антисемитские карикатуры во Франции, и как умный человек он сразу понял, о чём идёт речь. Речь идёт о надвигающейся катастрофе. И он изменился, и он понял, как бы, как личность незаурядная, он понял, что на нём лежит ответственность попытаться спасти еврейский народ. Прежде всего, он видел как бы задачу спасения, и поэтому, когда ему предложили Уганду, он был готов согласиться, не переезд в Эрис-Исраиль, а просто уехать из Европы и создать своё государство, которое сможет защищать евреев. Но, слава Богу, ему объяснили, что в никаком другом месте эта идея не пройдёт. И постепенно, кстати, в основном русская фракция на Сианинском конгрессе, они привели к тому, что отказались от Уганды, были готовы расколоть движение и так далее, отказались от этого плана Уганды. Он писал вещи какие-то совершенно, как говорят, ложь о ях, не к месту, о том, что там евреи, они, когда соберутся в земле Израиля, они могут креститься, они могут там, но чтобы только были отдельным народом и так далее. Всякие вещи, которые несуразные. Но если смотреть... Равку, конечно, это всё знал. Но если смотреть по-большому, глобально, это человек, который удостоился того, что через него еврейский народ сдвинулся с места, у которого возникла реальная надежда на возвращение от раби Акива движения восстания Барковбы, которое охватило на самом деле практически весь еврейский мир, как мы с вами, может быть, говорили, до Герцеля не было такого движения, которое охватило весь еврейский мир. Всех! И религиозных, и нерелигиозных. Скажем, там были споры, но, скажем, в Бейт-Мир есть такой небольшой музей, частный, у человека с вами разные предметы начала заселения земли Израиля, ну и продолжение первых лет. У него есть там коврик с портретом Герцеля. И он говорит, что это его бабушка, она привезла из Польши в начале 30-х годов, привезла, привезла из Польши портрет, да, единственное, что она привезла на себе, это вот этот коврик с портретом Герцеля, который она не хотела оставлять. Если мы с вами увидим, если мы с вами увидим, так скажем, фотографии из погрома 29-го года в Хевроне, то мы там тоже увидим на стенах в Ешиве слободки и в домах мы увидим портрет Герцеля. То есть люди воспринимали это даже не как человека, а как символ какого-то нового нарождающегося движения спасения сыновей Израиля, спасения евреев, да, и, как бы, грубо говоря, совершенно не важно, что он молол там, да, совершенно не важно. Поэтому, когда сегодня там, скажем, в религиозных кругах там есть разные ходы, то на Таханаре Меркозид раздают высказывания Герцеля людям и спрашивают, кто это говорил. Сказал, они говорят, это мог только Гитлер сказать, да, это совершенно неправильный ход, совершенно неправильный ход. Мало ли, что он сказал за свою жизнь, мало ли, что он начинал, да, это человек, через которого прошло освобождение, рождение, возвращение к чуве сего еврейского народа, да. У него были заслуги, у него не было заслуги, да. Каким-то образом, Всевышний говорит иногда, да, я делаю не ради вас, я делаю ради себя. Что это значит ради себя? Делаю так, как я делаю, у вас нет заслуг, вы ничего не понимаете, время пришло, двигаться надо как-то, потом поймёте, я делаю ради себя. Вот, это как раз тот случай, когда он выбрал кого-то, да, как своё время, как своё время Корыша, да, Корыша и Шаяху называют Машиахом в своём пророчестве, предсказывая исход из Бабеля. И он говорит, обращается к евреям, предвидя как бы пророчески то, что будет происходить, он говорит, скажет ли глина горшечнику, что ему делать, да, как её делать. Он имеет в виду, что при исходе из Бабеля многие говорили, так нет уже чудес, кто нас освободил? Царь, не еврей, со страшными привычками, страшными обычаями, да, он нас освободил, мы не пойдём. Это не освобождение, это не то, что мы ждали, да, чудес великого еврейского царя из рода Давида, не пойдём. На это Ишаяху говорит, вы скажете, вы скажете, глина скажет горшечнику, как ему её делать, да. Вот, та же самая ситуация, та же самая ситуация здесь, да. И если бы не Рав Кук, если бы он не увидел эту ситуацию таким образом, да, я не знаю, кто бы её ещё мог увидеть, да, я не знаю, кто бы её ещё... Естественно, еврейский народ, он мудрый, и движение пошло бы снизу как-то, да, но вот так вот дать характеристику, я не знаю, кто это мог сделать, да. Вот. И вот его речь у нас, да, у вас на первой странице Рав Кук зацаль разъяснил, и мы с вами смотрим. Наши мудрецы сказали, что когда Юнатан Бен-Узуэль, ученик Елеля, да, конец первого века на нашей эры, это я просто вставил для вас, да, перевёл тексты пророков, да, земля Израиля содрогнулась на сорок парса вокруг, да, то есть какое-то событие мировое, глобальное, вся земля Израиля содрогнулась, потому что многое из того, что сказано с небес, пророкам не следует раскрывать, да. Вот. Есть какие-то вещи, которые касаются прихода Машиха, времени Машиха, да, которые мудрецам не было велено раскрывать, да. Ещё листочек, пожалуйста, есть, пока есть. Пожалуйста, и ещё один, может быть, нам в дальнейшем пригодится, я надеюсь. Так и эти строки. Если бы не перевод, то не знали бы мы, как их разъяснить, и каков их смысл, так бы и их смысл остался бы тайный. Ну и Ханан бен Узиэль оправдался перед лицом небес, сказав, что он хотел свести к минимуму споры в Израиле, да. То, что сказано в Гемаре непосредственно, в Гемаре Мгела, то, что Иоаннтан бен Узиэль говорит, что, отвечает Всевышнему, что я делал не для своей славы, не для славы своей семьи, а для твоей славы Всевышней. Тогда Всевышний ему сказал, хватит того, что ты сделал, да, и остановил его, не дал ему перевести Писание. У нас Таргум Юнатан печатается сегодня почти во всех изданиях, и мы видим, что Таргум Юнатан есть на Тору, есть на пророков, но его нету на Писание. Дело в том, что в книге, которая находится в Писаниях, там часто, как бы, говорится о будущем, о приходе Машиеха, особенно, если взять книгу Даниэля, из-за одной неё, как бы, можно было запретить переводить на арамейский, не переводить на арамейский ктуим. И вот Юнатан бен Узиель считается один из учеников Гелеля, считается, как бы, большим учеником Гелеля, а малым считается Рабан Юханан бен Закай. Но это не по, скажем, количеству знаний, так можно сказать, и неспособности анализа, а по взглядам своим. Если Рабан Юханан бен Закай был готов удовлетвориться малым, то Юнатан бен Узиель искал большого, то есть страны, храма, и хотел сделать всё возможное, чтобы сохранить и страну, и храм, и призвать сыновей Израиля в будущем бороться за страну, и за храм, если они будут разрушены. Говорят, что когда Юнатан бен Узиель сидел и занимался Торой, то птица, которая пролетала у неё над головой, сгорала. Говорят, что это не самый ещё высокий уровень. Говорят, что самый высокий уровень Торы, что когда птица, прилетающая над головой, она не сгорает. Это более высокий уровень. Но в любом случае, то, что нас интересует, то, что проблема открыть будущее, Юнатан бен Узиель хотел это сделать, Всевышний его установил. Взял предложение. В тот день усилится траур в Иерушалаяме, как траур адримон в долине Мегидон. Это из Захарии, из 12 главы 11 стих. Юнатан бен Узиель разъяснил, что нет такого места на карте Израиля. И пророк намекает на два события, произошедшие в разное время. Иногда в пророках названия или имена людей, которые даются, это не истинные названия. Это намёк на то, что произошло, на те события, в которые участвовали люди, на мотивы их поведения и так далее. Здесь то же самое. Нет такого названия. Адримон в долине Мегидон. Нету на карте такого названия. Это намёк, говорит Юнатан бен Узиель. И он намекает, как говорит Равкук, на два события, произошедшие в разное время. В принципе, он берёт из гемары Равкук это. Это ещё мог сказать любой мудрец её время. Мог бы это прокомментировать. Это всё нормально. На два события в истории евреев. Ахав бен Умри, царь Северного царства, был убит Адримоном, Бар Тавримоном. 717 года н.э. тоже я вставил. А Ишаяу бен Амон, царь Южного царства, был убит фараоном в долине Мегидо. Был убит в долине Мегидо. Наши мудрецы сказали, что этот траур по Машиоху из дома Юсефа, который будет убит. И нам следует понять, какая великая тайна скрывается в этом отрывке. Важно то, что Ахав, царь Северного царства, и Южаягу бен Амон – это совершенно разные люди, совершенно разного типа. Ахав правит в Северном царстве. Как мы понимаем, Северное царство отделено от Южного, отделено от храма, от Ярушалаема. Люди не приходят ни в храм Ярушалаем. Десять колен они приносят жертвы на высотах. Хорошо, если это ещё Всевышнему, они приносят жертвы на высотах. Они приносят и Баалю жертвы на высотах. Ахав – сын Омри, человека, построившего, создавшего Северного царства. Его называли в исторических записях. Мы видим, что Северное царство называется Малхут Омри. Он уже давно умер. Он называет Малхут Омри. Он создал. Как он создал? Он женился на Изевель, дочери царя Цидона. И таким образом, он, отказавшись от принципов, от служения Всевышнему, он укрепил страну. Он создал торговлю. Открыл торговые пути, торговлю для сыновей Израиля, которые были несколько в таком изолированном положении, или могли пусть царь Ашламу оказаться в изолированном положении, или оказались уже как бы. Он это сделал. И торговля, и военная мощь, и строительство. Всё это было за Омри. Ахав – его сын, который продолжает ту же линию. Я прошу прощения, я сказал, что Омри женился на Изевеля. Изевель – это жена Ахава. Он взял для Ахава. Он тоже женился на дочери, или сестре царя Цидона. Изевель – это жена Ахава, которую Омри взял для Ахава. Он, естественно, продолжает ту же линию. Он укрепляет страну. Но Изевель насаждает этого поклонства, привозит даже пророков Бааля, 400 человек пророка Бааля, ещё кого-то, для того, чтобы они насаждали культ Бааля в Северном царстве, и никто им не противостоит, кроме, как вы помните, пророка Ильягу, который пытается противоставлять. Но сам Ахав, как мы понимаем, это человек, которому всё равно. Он знает Тору. Ну, Тору хорошо, так есть ещё Бааль, есть ещё другие народы, есть жена, в конце концов. Только чтобы всё было миром. И он мощный царь. Он мощный царь. И говорится, что Ахав нарушил все заповеди, вот Алиф, Дата, все 22 буквы, но поскольку он строил Израиль, то, скажем, это его заслуга. Ахав, как мы помним с вами, он противостоял Араму, царю Ададу, в очень трудных воймах, за Гелад. И в последнем его сражении он был ранен, смертельно был ранен стрелой, но он до конца дня стоял в колеснице для того, чтобы он знал, что он умрёт, не выживет, но он стоял в колеснице для того, чтобы моральный дух войска не упал, и для того, чтобы войско отстояло Гелад, не отдали Гелад и Ададу. То есть человек, как воин, как царь-строитель, весьма и весьма достойный, но также весьма и весьма далёкий от служения Всевышнему, ничего не понявший, даже в тот момент, когда он присутствовал при нём, когда на горе Кармель сошёл огонь с небес для пророка Ильягу, по слову пророка Ильягу. Царь Йошиягу, Йошиягу Бен Амон, человек совсем другой. Йошиягу Бен Амон правит после 55 лет правления царя Минаше, который, это позже, как мы видим, позже на 300 лет почти, 448 год – это день, дата гибели Йошиягу, но через 300 лет, он совершенно другой человек. Он правит после 50 лет правления царя Минаше, идого поклонника, который пошёл за Ашуром, и его сына Амона, который делал настолько отвратительные вещи, что даже его слуги взяли и убили просто, поставили Йошиягу, и Йошиягу под влиянием пророка Илья Миягу, который его воспитывал. Он уже 8 лет, когда он стал царём, он уже тянется ко Всевышнему, он сделал невероятные вещи, он очистил Иуду не только от идолов, он очистил её и от жертвенников Всевышнему, которые приносили против закона, приносили жертвы вне храма, приносили Всевышнему. В его время 10 колен уже были угнаны в плен, и территория 10 колен осталась бесходной, бесхозной. Он постарался вернуть, объединить оба царства, то есть занять эту территорию, установить свою власть над территорией, для того, чтобы вернуть там законы служения Всевышнему. Не только, конечно, но и вернуть законы служения Всевышнему. Человек исключительной праведности, исключительного стремления ко Всевышнему, вышедший из семьи и до поклонников, и вернувшийся всем сердцем ко Всевышнему, и успешно построивший царство, и царство, какое царство, в котором, по крайней мере, царь и его приближённый, это люди, которые стремятся к Тории, стремятся вернуть народ к Тории. И уже ягу был убит в столкновении с фараоном, с фараоном, который, с фараоном Неха, который пытался пройти через землю Израиля, он вышел ему навстречу, и около Мегиды было сражение, в самом начале сражения уже ягу изрешутили стрелами. Теперь мы начинаем догадываться, о чём пойдёт речь. О чём пойдёт речь. То есть речь идёт, речь идёт о том, как говорит Равкук, есть намёк в пророке Схарья, который, может быть, по-простому, можно прочитать по-другому, но мудрецы наши видят в этом тексте намёк на гибель человека, которого называют Машиев бен Давид во время войны с войны Гога и со страны Магог, когда он приходит осаждать Иерушалаем. Сама по себе эта война, она требует также рассмотрения, что она, когда она, будет она, не будет и так далее. Всё это нужно было бы рассматривать, но мы это сейчас, поскольку мы занимаемся конкретно Равкуком, мы это не будем делать. Мы только посмотрим, что говорит пророк Схарья в 12 главе по этому поводу. Вон он нам говорит, 12 глава, 11 посук, «В день тот великий будет плач в Иерушалайме, как плач от Ададримона в долине Мегедона, и будут оплакивать их страна, каждая семья отдельно, семья дома Давида отдельно, и жены их отдельно, семья дома Натана отдельно, и жены их отдельно, семья дома Леви отдельно, и жены их отдельно». Всё это требует объяснения, безусловно, семья Шиме из потомков царя Шауля отдельно, и жены их отдельно, Все семьи остальные, каждая семья отдельно, и жены их отдельно. И еще что, если мы возьмем немножко выше, если еще немножко выше, это как бы плач, как наши мудрецы говорят о гибели Машеха из дома Юсефа. Я, может быть, несколько раз говорил, сказал дома Давида, так я прошу вас поправить в мыслях из дома Юсефа. Ну, хорошо, ладно. Здесь просто можно понять этот плач, как сыновья Иуды, они также присоединяются к врагам и приходят воевать с Ирушалаемом, и после победы оплакивают и тех сыновей Иуды, кто погиб, присоединившись к стану врагов. Это как бы простой смысл, но наши мудрецы, серьезное дело тоже, они видят в этом намек, и видят намек на то, что это плач по Машех, Машех бен Юсеф, то есть человеку, который возглавляет народ, возглавляет возвращение в землю Израиля, может быть, в самом начале этого возвращения, и погибает, да, Машех бен Юсеф. Это плач о нем, да. И вот Равкук говорит, что в этих строках они видят, что о Машехе бен Юсеф будут плакать, да, о Машехе бен Юсеф будут плакать так же, как плакали об Ахаве и плакали о Ишаяу, хотя это два совершенно разных плача, да, два совершенно разных отношения к людям Ахава, облакивали, как сильного царя, который держал страну, а Ишаяу облакивали, как праведного человека, который, да, не только царь, но он вернул народ, вернул ко Всевышнему после тяжелого периода отхода от Минаше, да. – Там, вот, вы сказали, Йошиягу, да, просто… – Йошиягу. – Там, кто сказал Йошиягу. – Есть Йошиягу – это пророк, а есть Йошиягу – это царь, да. – Окей. – Йошиягу. – Йошиягу, да. – И Рав Кук продолжает, если мы представляем себе эту картину, да, прежде всего зададимся вопросом, почему нам нужно два Машиеха из дома Давида и из дома Йосефа. То есть, идея такова, что Машиеха из дома Йосефа, который похож на Ахава, которому, как бы, грубо говоря, ему всё равно там религия, не религия, Тора, не Тора, но его интересует страна, его интересует строительство, его интересует армия, да, такого человека, да, если он погибнет, будут оплагивать точно так же, как человека, который привязан всем сердцем ко Всевышнему, да. Вот это намёк, это намёк Йонатан Бен-Узиэль, намёк, который увидел Йонатан Бен-Узиэль. И раскрыл его, раскрыл его вовсевом переводе, да, потому что он говорит, да, что Адримон в долине Мегедон один плач намекает на двух разных людей, да, намекает на двух разных людей, и плакать, как бы, плачут, отношения, нам не важно, как бы, плачь или не плачь в данный момент, да, что отношение к одному и отношение к другому совершенно одинаковое. Потеря одного – это великая трагедия, потеря другого – это тоже великая трагедия, да. И мы понимаем, на что он намекает, да, что восстановление страны, да, создание и поддержание её, да, это настолько же великое дело, как и служение Всевышнему, да, как и служение Всевышнему, да, это два, как бы, два полюса, которые весят одинаково, да, вот, это о том, что говорит Юнатан бен, Юнатан бен Узель, да, намекает на что он, и то, что оказалось тайной, которую Всевышний, чтобы он не хотел, чтобы он раскрывал и раскрывал её дальше, да, вот, и Рав Кук, как бы, спрашивает, да, зачем нам нужно, и дальше мы зацепились за схарья, увидели, что Маших бен Юсеф погибает, и что о нём этот плач, и плач о нём ничуть не меньше, чем плач у Ишия, всё, мы это увидели, да, теперь он спрашивает нас, да, зачем нам нужен Маших из дома Давида и из дома Юсефа, да, из дома Давида и из дома Юсефа, и тот, и другой, зачем нам нужен, ведь конечная цель заключается в том, чтобы у всех был один правитель, как сказано, и Давид, слуга мой, князь для вас навеки, Ехескель, да, но дело в том, что Всевышний сотворил человека, как существо, у которого есть тело и душа, и он создан как силы, поддерживающие существование, и он создал как силы, поддерживающие существование тела и его материальные основы, совершенствующие, развивающие его, так и силы, поддерживающие существование возвышенной души, доставляющие удовольствие и совершенствующие её, да, то есть говорят, как бы, есть пища души, да, вот, может быть, иногда это воспринимается несколько вульгарно, но, по сути дела, это очень-очень правильно, да, что такое пища души? Ну, хорошо там, да, хорошая книжка, удовольствие, хорошая еда, там, как бы, для души, вот, хороший разговор, хорошее общение, это всё понятно, да, но и мечта, видение будущего, устремление к будущему, цель, которую, которая намечается, это также совершенно необходимая пища души, да, какая твоя цель, к чему ты стремишься, да, вот, к чему ты стремишься, вот, есть пища для тела, есть пища для души, самая разнообразная, да, без которой человеку очень-очень трудно, грустно и печально существовать, если у него нету пищи для души. Ну, правда, если у него нет души, так у него нет проблемы, да, вот, это можно представить себе. Вот, цель всякого развития заключается в том, чтобы тело было сильным, мощным и совершенным, как ему подобает, и душа здоровой и развитой способны вести за собой огромные потенциалы тела к достижению чистого разума, да, который, как свет, сам по себе даёт благо, да. Очень много в одном предложении, да, мы понимаем, что он говорит о, как бы, идеальном состоянии. Идеальное состояние – это не противоречие души и тела, это не идеальное состояние может привести к тому, чтобы человек сражался со своим телом, хотел его умертвить, морил его голодом, да, удерживал себя от любых и всяческих удовольствий. Это не идеальное состояние, идеальное состояние, когда душа управляет телом, использует его силы, именно силы, да, для привнесения, для преобразования мира. Зачем? Чтобы принести в мир благо, да, принести в мир благо. То есть отсутствие противоречия между духовным и материальным, да. То, что справедливо для всего творения в общем, справедливо и для сынов Израиля. В частности, как во всём мире есть материальная и духовная составляющие, так и в библейском народе обнаруживаются два потенциала. Один из них общий, присущий и другим семействам земли, а другой – частный, присущий только евреям. Первый из них соответствует силам тела и направлен на поддержание существования нации и на развитие таких аспектов, как экономика, а второй предназначен для поддержания существования, для совершенствования духовной составляющей. То есть он говорит, что как бы два Машиеха, они, к сожалению, разделены, не выражены в одном лице, но один из них ставит задачу создания сильной, развитой структуры нации, а другой – задачу духовную. По идее, это должно было бы сливаться всё в одном человеке, но, скажем, если что-то не получается, если мы не готовы, то, как всегда, вещи, единые вещи разделяются, и каждый из них идёт своим путём, пока они не соединяются вместе. Но обе они важны. Если Халила, не дай Бог, потерять одну из них, то плачь одинаковый, одинакового уровня. И, глядя на наше время, как мы можем представить себе, что, не дай Бог, что отказаться от Торы и духовности, что отказаться от освоения и строительства Земли – это одно и то же. Трагедии Халила одного и того же плана, одинаковые, одинаковый плач. Материальные составляющие её развития нужны для того, чтобы создать базу для притворения в жизнь всех тех великих и святых замыслов, связанных с Израилем и преследующих своей целью образования святого народа, который стал бы одним народом на земле. То есть светом для всех наций. Для того, чтобы быть светом для народов, надо быть народом. Для того, чтобы быть светом для всех наций, надо быть нацией. Невозможно говорить как бы с народами на уровне одного человека. Народ должен быть народом. Даже если представить себе Машияха, то за ним должен стоять народ, он должен быть царём целого народа, да, вот, скажем, да, то есть Рав Кук говорит, да, о двух, как бы, линиях, которые волей или неволей нарисовались в его время, да, это физическое возвращение в землю Израиля, строительство государства, которое он видит в будущем, да, да, и духовное наполнение, они разделены, да, и он видит, что Герцель начал этот процесс, да, строительство, создание государства, да, здесь есть ещё один момент, который, может быть, если мы с вами не забудем там, где мы стоим, в скобках можно заметить, да, что, как бы, новое, то, что сделал Герцель, да, он, его идея была возрождение государства политическим путём, то есть, как бы, при согласии царей, правителей, при их помощи, да, то есть выход на политическую арену, используя все те инструменты, которые евреи, к сожалению, в основном нерелигиозные накопили, накопили к тому времени, да, имея позиции, да, имея свои позиции, влияние на народов, да, Герцель встречался с германским кайзером, да, влияние на народов для того, чтобы политическим путём создать страну, это ход совершенно нетривиальный, хотя, может быть, до него высказывались такие же мнения, в каком-то степени Раби Алкалай задолго до Герцеля, но Герцель это сделал, он создал движение, создал движение политическое, еврейское, да, да, когда один человек, в чём здесь фокус-то, да, когда один человек будет обходить там, да, просить у англичан, да, просить у немцев, просить у турков, да, когда он будет обходить один человек всех, то ничего не получится, за ним должно стоять движение, силы, народные движения, политические силы, Герцель это сделал, он и создал движение, да, и он обращался к, он обращался к политическим силам, и в результате этой деятельности, может быть, не так уже через, скажем, 10 лет после, через 12-13 лет после его смерти была декларация Бальфура, да, политический документ, который фактически, да, как бы говорит о том, что империя, великая империя, которая на тот момент принадлежит земле Израиля, видит возвращение евреев на родину как положительный факт, да, это в этом, безусловно, конечно, заслуга герцеля, который начал это политическое движение, да, есть, есть иногда, есть иногда в связи с этим такие, такие посылки, да, что мы каждый, мы каждый раз должны возвращаться с разрешения, с разрешения народов мира, вот свое время фараон нам разрешил, вот свое время нам корыш разрешил вернуться, да, и вот в наше время мы должны были просить у народов мира, чтобы они нам, они нам позволили вернуться, да, это правильно и неправильно, да, есть два пути возвращения, есть два пути машиха, как мы знаем, да, есть чува раскаяния ба-ба, да, с любовью, есть чува раскаяния и с страха, есть это раскаяния с любовью, то ответ на нее – любовь Всевышнего, и здесь, конечно, когда есть любовь, нету ни мучений, нету ни испытаний, нету ни препятствий, да, любовь смывает все, любовь всего смывает все препятствия. Я приготовил вам кусочек из гемары, который вы можете посмотреть, да, вот, скажем, если мы возьмем Рабия Ханана, то он здесь в трактате Сан-Ядрин говорит, да, пусть придет, но я его не увижу, да, речь идет о Машехе, Рабия Ханан боится прихода Машеха, в чем проблема, да, то, что трудно вернуться на политическую арену. Он говорит о, приводит притчу, как хозяин пахал на быке, бык сломал ногу, он вывел, можете смотреть, вот первый здесь отрывок, это, об этом я, как бы, сразу к концу перепрыгнул, да, к концу первого абзаца, да, вот, бык сломал ногу, и хозяин ввел в стойло вместо него коня, там, где хорошая еда, более удобно, он ввел коня, на котором он пашет. Бык выздоровел, хозяину трудно теперь взять коня, выставить его, и вместо него поставить обратно быка. Это пример Рабия Ханана, который показывает нам, что действительно, действительно, скажем, выход на политическую арену, да, он непростой, и он непростой, и должен быть, как бы, и произойдет природным путем, естественным путем, можем сказать, уже в прошедшем времени произошел природным путем. Но тот же самый Рабия Ханан говорит, да, что велик день, велик день дождей, как день геулы, да, как день освобождения, что он и продолжает рассказывать, да, вот, приводит псалом, в котором говорится, что были мы, как спящие, да, и там же молитва царя Давида на шува-эт-швы-тейну ка-фиким-бенегев, верни твоих возвращающихся, да, или наших возвращающихся, как потоки в Негеве, да, то есть понятно, что видит Рабия Хананан, да, он видит, что если сейчас все встанут, поднимутся, да, в один момент и придут, то это будут потоки, которые никто не сможет удержать, они сметут все на своем пути, и не нужно будет никакого разрешения народов мира, не нужно будет этой постепенности туда-сюда-обратно, пошел процесс, не пошел процесс, да, будет огромное чудо. Но это когда раскаяние по любви, для того, чтобы были потоки, да, для того, чтобы были потоки со всех сторон, нужно, чтобы все поднялись. Когда все поднялись, и это есть раскаяние по любви, возвращение в землю Израиля – это любовь, это возвращение ко Всевышнему по любви, не может быть другого возвращения ко Всевышнему по любви, как возвращение в землю Израиля. Любовь, как говорится, покрывает все преступления, как говорится в песне-песне Все недостатки, все это уходит на задний план Только вернитесь, пусть будет поток Тогда будет чудо Тогда просто все сметут эти потоки, как негами они сметут на своем пути Другое дело, когда понемножку, потихоньку, с раздумьями Одни люди с полной любовью, народ за ними не идёт Тогда процесс развивается не чудом, а природным путём И тут, конечно, мы не можем из изгнания выйти с оружием в руках и победить, чтобы собраться все вместе Мы, во-первых, разбросаны по разным странам Мы это не можем, поэтому нам нужно разрешение народов мира, это то, что происходит Иногда есть ошибочное мнение Иногда есть ошибочное мнение, когда говорят, что первая святая земли оказалась после возвращения из Египта Она оказалась не вечной, а при возвращении из Бабеля, которое было бы хазака Сейчас мы пытаемся представить, что это такое Оно оказалось вечным Я не раз слышал комментарий совершенно ошибочный, что поскольку первый раз пришли, завоевали, это оказалось не вечно А второй раз, когда пришли с разрешения народов мира, это оказалось вечно Это неправильно С разрешения народов мира – это хорошо, но это только всегда в том случае, когда мы не готовы Если мы готовы, если мы начинаем двигаться в сторону земли Израиля все вместе Как говорится в 36 главе пророка Ихискеля, начинает свести земля Она протягивает нам ветви свои, и не нужно нам никакого разрешения народов мира И раби Абба сказал, что нет у тебя более явного признака, чем цветение земли Израиля Если ты видишь, что цветет земля Израиля, это значит, что мы готовы, вставай и иди Это раби Абба То есть разрешение народов мира совершенно не обязательно Это не какое-то правило, там, да, закон, как мистический закон, как бы, да Что вот нельзя делать, нельзя есть трефное, также нельзя мунтовать против народов мира Это закон, который указывает на наше состояние Если у нас есть любовь, если мы готовы, то всё происходит чудом Если нет любви, тогда другое дело, тогда всё идёт де-факто, всё идёт как процессами естественными И тогда только разрешение народов, потому что у нас нет силы самим просто завоевать эту землю, как во времена Иошуа Почему вторая святость оказалась вечной, да, потому что мы пришли в Хазака Хазака – это значит, как сказать Есть разные моменты, связанные с Хазака Это, как бы, когда все смотрят и говорят, ну, де-факто это твоё Мы видим, что это твоё Теперь для того, чтобы у тебя забрать, нужно привести какие-то доказательства Говорят, что когда человек три года пашет на какой-то земле, пашет, засевает какую-то землю Приходит тот и говорит, это моя земля То если прошло три года, он уже три года вспахивает эту землю То это Хазака, то есть в суде эта земля рассматривается как этого человека И только если будут приведены очень сильные доказательства, то земля будет тогда забрана у него Но изначально, априори, мы рассматриваем эту землю как землю человека То же самое и здесь Мы пришли первый раз Мы пришли второй раз Третий раз – это, как бы, Хазака Обязательно вернёмся Если мы пришли один раз, если мы пришли второй раз, придём и третий раз Поэтому святость ни в коем случае не связана с разрешением народов мира Это домыслы, доводы, которые, как бы, дописываются И поэтому нет никакого мистического, скажем там, ожидания и запрета Есть предсказания, что, конечно, если мы не готовы и Всевышний начинает процессы сам То это пойдёт естественным образом И это замечание в скобках То, что мы, как бы, должны себе представить, если мы хотим понять Раф Куга Что он говорит о человеке Он говорит о человеке, который начал материальные процессы со всех точек зрения И процесс объединения народа Пробуждение Хотел он того или не хотел Был он готов к этому или не был Пробуждение любви к земле Израиля действенной И действия на политическом уровне Это до него никто не сделал Это те моменты, без которых невозможно себе представить возрождение народа И происхождение всех тех удивительных, важнейших процессов Без которых мы сегодня не можем представить себе не только еврейский народ Но и весь мир Есть что-то хочется спросить? Есть вопросы? Даже у Идарда нет вопросов Всё Есть Но когда не спрашивайте, это всё равно что нету Ну, смотря что Если опять про то, что тяжело встать и приехать И профессора, которые приезжают сюда, подметают улицу, то лучше не надо По поводу пророчества Есть три великих единства Место для мнений единства Пророчество истина Тогда, когда оно конкретно Это вот с этой любви Чёткая Тогда оно конкретно Оно не очевидно Это не то, что будет вечер Не очевидно Не очевидно, хорошо Нет, нет, хорошо Конкретно Не очевидно Хорошо, да И ещё что? Это когда оно конкретно, не очевидно И когда оно Содержательно Не одно вытекает из другого, что тоже Значит, смотрите, пророчество Время Значит, в наших пророчествах Значит, в наших пророчествах Отнострдамусы Отнострдамусы Очень хорошо Очень хороший пример Смеря сказал про отнострдамусы Вот это этим критериям А чем он? Он тоже был еврей, правда Так тем он вам не подходит Значит, вопрос очень хороший Но мне кажется, что мы его разбирали Неважно, можем разбирать ещё раз Наши пророчества Отличаются От От предсказаний Ванге Вассермана, там, скажем Или кого-то ещё Тем, что в пророчествах нету Ни конкретных дат Как вы говорите, времени Единства времени Нету единства этого времени Нету единства места Нету указания, где что-то конкретно произойдёт И нету указания на то, что произойдёт Хотя пророки Хотя пророки говорят иногда очень чёткими картинами Имеются в виду тенденции, которые действуют в мире И это мы уже обратили внимание у Рав Кука По крайней мере, это его подход к комментированию пророков Если я вижу предсказания о Машехе бен Юсефе Если я вижу предсказания о том, что он будет убит И его будут оплакивать То я понимаю это не как смерть, гибель конкретного человека В войне А я понимаю это как указание на тенденцию Которая будет действовать в мире Возможно, у него будет своё лицо Возможно, выразителем этой тенденции будут те или иные люди Или даже конкретно какой-то человек Но это не конкретное событие Если мне сказано, что Машехе бен Юсеф погибнет А он не погиб, а умер своей смертью Для меня это не имеет никакого значения Я говорю, мне важно, что будет происходить Процесс, который будет происходить И процесс, который происходит Это разделение возрождения материального и духовного И материальное возрождение Даже если оно идёт отдельно Отдельной линии Даже если оно оказывается главенствующим Что ему, в общем-то, не полагается быть материей главенствующей Даже в этом случае Это не менее важно, чем духовное возрождение Это, по крайней мере, лежит на одной чаше весов И одно без другого невозможно Наоборот даже Какое-то время Может быть, даже длительное Возрождение на материальном, государственном уровне Оно возможно без духовного А вот духовное возрождение без материального невозможно Так же, когда тело может передвигаться И человек может быть бездуховным человеком А вот для духовности Чтобы она была Чтобы человек был духовным в этом мире Ему нужно тело Здоровое тело Не измождённое постами Кровоопускание Ему нужно здоровое тело И одному человеку И нации И всей нации Это та идея И он Это вещи равнозначные Одно без другого не работает Тело даже приходит раньше, чем душа Но одно без другого не работает Это то, что хочет сказать Равкин Есть тенденция определённая А не конкретные действия Если нам говорится Если мудрецы видят, что будет плач И говорят, что это плач О Машиахе Машиахе Бен Юсеф Которого убьют во время войны с Гогом То это не значит, что это обязательно конкретный человек Может быть, кто-то из мудрецов понимал, что это конкретный человек Может быть, не знаю Но понятно, что большинство понимали Что пророк говорит о каких-то тенденциях Которые будут происходить в мире Это то, что мы можем себе представить Что-то хочется ещё спросить? После уроков Хорошо После уроков это уже не вопрос, а замечание Ладно Хорошо Мы с вами продолжим Мы с вами продолжим Я очень надеюсь, что мы какие-то важные моменты разобрали Важные представления и так далее В частности, то, что нам Не обязательно просить разрешения у народов Только в том случае, если мы сами не готовы Тогда так получается Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому